Виктор Васильевич Золотов Доброе утро, дорогие и уважаемые наши олимпийцы, доброе утро, уважаемые коллеги. К сожалению, пандемия не дает нам возможности наполнить этот зал, чтобы достойно встретить наших дорогих, работаемых олимпийцам. Нам очень приятно видеть в этом зале людей, кому дарили почетное и очень ответственное право представить нашу страну на международной спортивной арене. Олимпийские игры зародились в попу античности с целью передышки в череде нескончаемых. Мы, воин, которые были между собой тренегреческие государства. И первыми олимпийцами, разумеется, стали воины Эллады, сложившие оружие во время перемирия. Спустя тысячелетия представители военных профессий по-прежнему играют ведущую роль в спокинном состязании, и это весьма символично. Вы, как непосредственные участники олимпийского движения, продолжаете древнюю традицию, традиционно заслуживая благородное звание воинов мира. Я хочу поблагодарить вас за достойный вклад в копилку олимпийских достижений российской команды, вопреки всем неоднозначным обстоятельствам, которые запомнились эти олимпийские игры. 16 медалей привезли из стороны восходящее солнце, выностоящие войск в национальной квартире. Но главный долг 30-летних олимпийских игр, как в играх, измеряется не количеством драгоценного металла, завоенных спортивных батарей, а именно тем, что, да, нашу команду можно лишить зрительской поддержки, можно лишить гимна, флага, даже пейтистала, но невозможно отнять у наших спортсменов волю к победе. Невозможно свалить дух национальной гордости, который всегда питал нас, придавая дополнительные силы, в годы самых суровых испытаний. И выступление российских олимпийцев в Стокио убедительно доказалось. Уважаемые товарищи, войска правопорядка неизвестны и продолжают носить существенную кладку развития отечественного спорта высших достижений. Начиная с первого участия советских спортсменов в летних олимпийских игр в Фельсинки, в Фельсинки наш военнослужащий неизменно ходит в состав национальных спортных команд. За 70 лет существования в нашей стране олимпийского движения воины внутренних войск и разворки завоевали 273 золотых, серебряных и бронзовых награды. И традиции побеждать передаются в войсках правопорядка и с поколения в поколение. Настоящий триумф на играх в Стокио произвел выступление лейтенанта Виталины Мацарашкиной, завоевавши на этой олимпиаде первое золото для России, а затем еще дважды принимали поздравление в костях чемпиона и вице-чемпиона игр. Впервые за последние 25 лет золото России в мужском командном многоборье пересла сборная спортивной гимнастики, в костях которой составили представители Росглавия. Турческий прапорщик Никита Нагорный, младший сержант Антур Тололая и старший лейтенант Денис Аблязин, в коллекции которого уже 7 олимпийских наград, в том числе 3 золотых. Традиционно сильно выступали наши борцы, все которых прапорщик зовут Угуев, младший лейтенант Абул Рашид Сабулаев, а наша восхитительная русалка Синтрон-Минска Полина Комар также завоевала золото в трупе. Еще 10 миллиардов медалей серебряных и бронзовых достоинств были завоеваны нашими двойностучи в стрельбе, плавании, фиктовании, спортивной гимнастики, прыжках в воду и велоспорчании. В этом зале также присутствуют ребята, которым не удалось насладиться вкусом победы. Однако сам факт попадания в главную сборную страны уже достоин особого уважения. И сегодня мы приветствуем всех наших олимпийцев, подчеркиваем их заслуги для страны и отдавая данью уважения трудному и сложному пути, которыми был ими прожитие. Дорогие друзья, на низкий год, двух юбилеев, 10 лет войскам правопорядка и пять лет разлаги, мы много говорим о вкладе ведомства в укрепление российской государственности. Олимпийский пятистал уже давно стал важным явлением в государственных листах не только в спорте высших достижений, но и в мировой политике. А потому спортивные достижения наших коллег имеют особую ценность. Но воздавая заслуженную почту победителям, уже сегодня мы смотрим в завтрашний день. Разлаги уделяют большое внимание физическому развитию воспитанников наших общеобразовательных учебных заведений, кодекских училищ и школ. Разлаги уделяют этому большое внимание опытные институты ведомства, активно работают с допризывной молодежью в рамках секционных занятий и мастер-классов. Не исключено, что однажды олимпийские вершины покорятся кому-то из этих ребят. А примером ли, будете именно вы, присутствующие сегодня здесь победители. Еще раз я поздравляю всех наших олимпийцев с поступлением в Токио. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия и, конечно, новых спортивных достижений во славу нашего Отечества. Спасибо вам за все. Благодарю.